Добрый день, дорогие друзья! И сегодня 27 августа 2019 года. И очередной интересный материал впервые появится в открытом доступе. Итак, тема эгрегоры. Тема эгрегоры извечна. В экстрасенсорике они очень много говорят. Много людей, кто говорит о том, что они могут управлять этими эгрегорами. Много информации о том, как создаются эгрегоры, как объединяются сознания, как распределяется информация и как эгрегоры влияют на нашу жизнь, внося в нее коррективы, которые действительно влияют на картину мира человека, на его жизнь и так далее. Что же это за структуры такие и зачем они вообще существуют в психике человека тоже? То есть каждый человек подвержен влиянию коллективного сознания. И есть некое коллективное сознание. Давайте с этого начнем. И каждый человек участвует в некой коллективной игре, видит одинаковые декорации, одинаковую картину мира. И каким-то образом это создается в его индивидуальной, казалось бы, психике. И это все создает иллюзию того, что есть некий объективный мир. Так вот нам стало интересно, да какие же все-таки механизмы в психике создают иллюзию объективности? Ведь на сегодняшний день уже, вот для меня, например, очевидно, что есть только мир, мир психики человека, который разворачивает для него вот эту картину реальности. И когда мы пошли в глубины психики, мы нашли очень интересные блоки. Здесь у меня как раз сзади схема прорисована, мы ее подробно разрисовали, что и как у нас там внутри работает. И оказалось, что там есть интересный блок, блок Б3, который отвечает именно за эгрегоры. Более того, этот блок выглядит более так сатанински, нежели другие блоки, да. И более того, он действительно оказывает очень деструктивное влияние. Действительно, через него и с ним связаны все болезни. И все это как-то уж очень, уж очень нас впечатлило. И когда мы заходим в него с позиции нашего матричного уровня, с позиции отделенной индивидуальности, мы смотрим на него как на влияющее некое сознание, которое действительно вносит деструкцию в нашу жизнь в большинстве своем. Хотя есть и конструктивные вещи, есть эгрегоры, которые связаны, наоборот, с оздоровлением, с направлениями какими-то спортивными. И разные же есть тематики. То есть есть вроде как и полезные, есть и не полезные. Но все это как-то за пределами индивидуальности. Там очень много коллективного. И коллективные программы действительно очень сильно отражаются на нашей жизни, на нашем здоровье. Это если мы смотрим снизу вверх, да. Если мы зайдем с позиции единого сознания, то есть если мы перейдем по блокам выше и оттуда заглянем, как устроена игра, сменим восприятие, да. Я люблю играться с восприятием. Когда мы заходим сознанием сверху и смотрим, то мы видим эгрегоры как очень нужную структуру. Дело в том, что я приведу всего лишь один образ. Для того, чтобы там 500 человек одновременно увидело один и тот же фильм в одинаковых очках виртуальной реальности, да, там в 5D, надо, чтобы был единый кинотеатр, где они сядут и будут смотреть на единый экран, да. Вот этот единый кинотеатр с единым экраном, выдавший вот эти вот очки виртуальной реальности, это и есть эгрегор. И таких очков на человеке может быть много. И эти очки, они не только на зрении, да. Они у нас могут быть в сердце, в печени, в почках и так далее. То есть это как отдельные информационные вставки такие в человека, в его физическое тело. Они идут на энергоинформационном уровне. Их можно рассмотреть как паразиты сознания, да. И они выглядят, более того скажу, они выглядят очень паразитарно. Но при этом это именно связь с эгрегорной структурой, с этим единым кинотеатром для того, чтобы люди играли вот в эту игру и смотрели вот этот фильм. И таким образом единое сознание может развернуть единую картину. Эта же структура участвует в синхронизации пространства-время. То есть у каждого человека внутри есть диапроектор, который разворачивает картину под названием «Жизнь». Уже есть много роликов на эту тему, я отсняла. Про бутерброд, как там обмотка работает, пространство-время и так далее. Это все в открытом доступе можете найти. Так вот, вот эти штуки, они синхронизируются и включаются, подключаются вот эти обмотки определенным образом именно вот в этом блоке. В этом блоке, который отвечает за эгрегорные структуры. То есть это все опции кинотеатра. Сам кинотеатр у нас находится третьей верхней B3 структурой, которая разворачивает эти все картины в психике. Очень интересный момент такой. И получается, без эгрегорных структур, без эгрегорных структур, как бы будет рушиться единая коллективная реальность. И по сути дела будет рушиться объективная реальность. Ведь объективную реальность создает вот этот вот блок, который влияет сразу. И тогда вопрос возникает. Так что первично? Первично объединение сознаний людей, которые рождают коллективную реальность? Или сперва был построен кинотеатр для того, чтобы объединились вот эти люди и создали иллюзию, и у них произвелась в голове иллюзия создания некой коллективной реальности? Так вот, господа, все существует через союз И. И если заходить с двух сторон одновременно, мы есть зеркальное отражение божественного сознания. Я об этом уже говорила не раз. И мы никогда не отделены, но у нас есть иллюзия отделенности. И вот так же создается иллюзия объективного мира, иллюзия коллективной реальности через создание вот таких кинотеатров. А в создании непосредственно участвуют эгрегоры. У них есть и положительная роль, господа. Продолжение следует...